Привет! Многие из вас ведают меня как мовного инспектора, но на самом деле я Игорь Случак с Гомля, а мовным инспектором может быть каждый из вас. И сейчас я расскажу вам, как оборонять белорусскую мову и свои правы на мову без СМС и регистрации. Вы сидите в аутульном фейсбукчику, а тут некто пишет коммент про то, что белорусская мова мертвая. Не треба переконывать человека и спрашиваться с ним, что я не маю рации. Тут надо помогу приходить артыкул 9.22 о порушении законодавства обмовах, кодексу об администрационных правопорушениях. Рабите скрын-каменту, збирайте звездки про человека с тех же социальных сеток, пишите заяву у районного канавчика митет на притягнение человека до отказности и спокойно пьяте гарбату с малиновым вареньем. Процесс пайшов. Вы пришли у краму, а вам кажуть, разговаривайте на человеческом языке. Не варто у гэтым выпадку спрачаться або переходить на человеческий язык. Прасите книгу за уваги про панову. Аписывайте ситуацию, выкликайте милицию и пишите знов же заяву по артыкулу 9.22 о порушении законодавства обмовах. Вы написали зворот во встанову по беларуску, а вам пройшов русскомовный отказ. Тут порушение закону об зворотах грамадян и юридычных особ. Знов же, пишите заяву по артыкулу 9.22 о порушении законодавства обмовах. А коли гэты отказ в державную установу, еще и у заяву у высшей стоячую установу або прокуратуру. Беларуске чиновники обавязаны володать двумя державными мовами. Кали не, то гэта неадповеднасть по саде, якую чиновник займая. Тоя самая тычыцца и грамматычных помылок в беларускамовных отказах. Варта писать зворот об проверцы адповеднасти по саде и необходности на керованне специалиста у школу або на курсы мова на нова. И головное, кали вам действие не хапая беларускай мовы, треба показывать, что вам беларускай мова потребна. Няма беларускай мовы у кавярни, береш книгу за увагу и пропонувай, пишеш, что не хапая и хочешь, каб была. А параллельно у Министерства гандлю и антимонопольного регулявания скаргу пишеш за неякасное обслугованье. Хочеш, каб был беларускамовный университет, пишеш у Министерства адвокации, что тебе это потребно и отсутности такого университету. Ты дискриминуешься. Стамились от беларусофобских СМИ, что ображают беларускай мову, пишите у Министерства информации, каб их забанили, а ли самым гуманным чином. Няма беларускамовного блянку? Пишите заяву у той Министерства, якое отказывает за их распроцовку, каб такий бланк зевьюся. Чиновники и люди, яке могут выражать питанье у большинстве своей не беларусофобы, а нормальные беларусы, яке просто могут не бачить запотребованности. Треба им яе показать. Будьте активными, размовляйте по беларуску. Мовный инспектор живет у каждого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok